Софокл. Родился в 496 году до н.э., умер в 406 году до н.э. Афинский драматург Трагик. Дважды был избран на должность стратега и один раз исполнял обязанности члена коллегии, ведавшей союзной казной. В 440 году до н.э. афиняне выбрали Софокла в стратегии во время Самосской войны. Критик Аристофан Византийский приписывал Софоклу 123 трагедии. Софокл отличался веселым общительным характером, не чуждался радостей жизни. Был близко знаком с историком Геродотом. После смерти Софокла, афинские горожане соорудили ему жертвенник и ежегодно чествовали как героя. Помните, что даже самый тяжелый час в вашей жизни – всего 60 минут. Время открывает все сокрытое и скрывает все ясное. Одно слово освобождает нас от всех тяжестей и болей жизни – это слово любовь. Великие дела не делаются сразу. Кто в деле смел, тот слов не устрашится. На тех, кто впал без умысла в ошибку, не гневаются сильно. Лучше будь прост да честен, чем умен и лжив. В опьянении всякий невольник гнева и беглец ума. Один момент раскроет вам злодея, но честный познается лишь годами. Много говорите, много сказать, ни одно и то же. Слушай и молчи. Не знаю, а не знаю, так молчу. Следует любить друга, помня при этом, что он может стать врагом, и ненавидеть врага, помня, что он может стать другом. Отвергнуть друга преданного, значит лишиться драгоценнейшего в жизни. Как страшен может быть разум, если он не служит человеку? Дары врагов пагубны. Мы любим не человека, а его свойства. Такой любви не встретите нигде вы, какую к вам родитель ваш питал. Не помогает счастье нерадивым. Нельзя винить едва лишь за подозрив. Кто возомнит, что он один умен, красноречивий всех, и даровите, коль разобрать окажется ничем. Убожество примета гордый нрав. Не будь же однодумен, не считай, что правда только в том, что ты сказал. Кто лишь в себе высокий разум видит, Иль чары слова, иль души величия, Тот часто вдруг оказывался пуст. Ты человек, и как бы не был мудр ты, Позора нет познать или уступить. Не подвластны времени и вечны те лишь блага, Что живут в душе, А красоту уносит каждый день у нас. Даже среди горести и душе дарите радость каждодневную. Ведь после смерти счастья и в богатстве нет. Легко тому, кто сам в беду не впутался, Увещевать и поучать увязшего в несчастье. В мире воистину нет больших зол, Чем те, которые творим себе мы сами. Нам не пристало близких оставлять в беде. Все от людей великих ждут великих дел. В пороках накопившихся за долгий срок, Мы тонем, И жестокий век нас всех гнетет, Когда злодейства и нечестие царствуют И одержимы все постыдной похотью, И к наслаждениям страсть рукою Алчную гребет богатство, Чтоб пустить их по ветру. Без бед не бывает жизни. Дурная власть не власть. Не в том свобода человека, Чтобы делать то, что он хочет, А в том, чтобы принимать на себя ответственность Даже за то, чего он не хотел. Это очень выгодно, Глупцом казаться, Если ты совсем не глуп. В делах людских пренебрежение грех. Пусть жизнь моя делами блещет, Речи мне не нужны. Да кто во тьме недоброе замыслит, В своей душе предателя взрастит. Но хуже тот, кто пойманый С поличным прикрас и слов наводит на вину. Меня коришь, А нрава своего не примечаешь. Несчастный, чем меня ты попрекаешь, Тем скоро всякий попрекнет тебя. Злой умысел всегда в словах приметен. Но порочен ли я сам за зло воздавший злом? Не сделает присяга правды правдою. В жизни все непостоянно, Звезды беды и богатства. Неустойчивое счастье неожиданно исчезло, Миг, и радость возвратилась, А за нею вновь печаль. Но едва остынет гнев, Раскаяние придет. С подобным нравом сам себе ты в тягость. Упорствовать в ошибке, Стыд для мудрого. Ждать умей, И страдания цвет даст. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться Никогда не поздно.